Место творчеству есть везде, даже за колючей проволокой. В женской исправительной колонии номер 7 областного центра состоялся конкурс «Русская красавица». Соревновались отрядами. Осужденные сами выбирали участниц, готовили номера, пишили костюмы. На сцене в этот день выступили около 200 человек. Они сами продумали номера, они сами ставят танцы, поскольку среди осужденных есть профессиональные хореографы и танцоры, есть профессиональные художники, профессиональные певцы, поэтому тем самым осужденные, скажем так, получают, во-первых, занятое личное время, во-вторых, они получают удовольствие, поскольку закрытые четыре стены, есть четыре стены, и где-то надо искать отдушину, где-то надо искать выплеск своим эмоциям. Красавицы должны были продефилировать в русских народных костюмах, станцевать и спеть частушку. Русской душе в неволе было где развернуться. Валенки, калинка, музыка, которая, говоря современным языком, раскачала и участниц, и зал. Группу поддержки тоже не сдерживали своих эмоций. Готовились мы к этому мероприятию более двух месяцев. Достаточно тяжело это все происходило, потому что у нас где-то неувязки были с работой, где-то просто людям некогда было, потому что вы сами понимаете, где это все происходит. Ну, а так я скажу, что мы справились с задачей. В жюри конкурса в основном люди творческие, системы исполнения наказаний никак не связанные. Оценивают строго и артистизм, и мастерство танца, и декорации, но признаются, это непросто. На территории вообще исправительных учреждений содержатся очень талантливые и способные люди. Я бы сказал, ничуть не хуже, чем, скажем, люди, которые находятся за периметром. Руководство колонии приняло решение титул русской красавицы присвоить всем девушкам. А вот лучшие номера отправятся на областной конкурс самодеятельности, когда на одной сцене будут соревноваться уже не отряды, а колонии. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.